ДИСКЛЕЙМЕР Самой главной новостью этой недели стала, конечно же, игра CS Pro Mod. Выход 1.09 версии заставил многих журналистов начать рассуждать на тему, чего не хватает в игре, кто и самое главное, кого сможет заменить. Разработчики активно поддерживают беседы среди фанатов и активно обсуждают все проблемы на главном сайте игры. Выход очередного патча под номером 1.10 запланирован на воскресенье 16 декабря. И самое главное, что этот патк будет не последним в долгой истории этого шутера. По словам авторов игры, обновления будут выходить каждые 2 недели, и если сейчас апдейты нужно будет скачивать вручную, то в будущем они будут ставиться автоматически. И любому пользователю не придется брать советы у товарищей, а просто запускать игру и обновление вступят в силу сами собой. Игра требует еще очень большой работы и корректировки, статистика посещаемости пользователей, текущий онлайн игроков и, конечно же, опции для освещения игры в прямом эфире. Это только моменты, которые, так сказать, первые бросаются в лицо. Но, как говорится, Москва не сразу строилась, поэтому нам остается только ждать и обсуждать все происходящее в мире этого шутера. Для кого-то неожиданно, а для кого-то эта новость стала закономерной. Фарук Питта покинул ряды команды Absolute Legend в дисциплине CSGO. Опыт этого игрока во многих командах позволяет сразу определить перспективы состава, подход к тренировкам, разбор ошибок и профессиональная атмосфера. Вот залог успеха любого коллектива. Видимо, этого Питта не увидел в своих новых тиммейтах. Своё решение он мотивировал тем, что после абсолютного поражения финальной стадии Tour Open 2012 он задумался об уходе из команды. Ну а после Tour Open 2012 в команде начался внутренний конфликт. Результат конфликта вы уже поняли. Разногласия в коллективах киберспортивных команд – это, знаете, уже в порядке вещей. Игроки на весь мир заявляют, что тот или иной фактор влияет на их решение покинуть стан организации. Судьба Питты под большим вопросом, но сумею предположить, что такие игроки долго без работы не останутся. Организаторы турнира Legend Cup в дисциплине Quake Life продолжают радовать многих поклонников Quake новыми именами в плеер-пуле грандиозного турнира. Очередные именитые игроки, которые приняли приглашение на турнир – это польский игрок AVEC и, конечно же, беларусь Cypher. Эти два игрока не только смогут украсить турнирную сетку этого чемпионата, но и внести небывалую интригу в матче. Участие таких игроков всегда вызывало восторгу зрителей, и Legend Cup не станет исключением. На данный момент в списке участников числятся такие игроки. Кулер, Стерми, Токсик, Джиба, Cypher и AVEC. Имена последних двух игроков будут известны в ближайшее время. Легенда Варкрафта осталась за бортом организации Fnatic. Moon одно время был номером один в этой легендарной игре. Однако времена меняются, игры, к сожалению, тоже, и игрок был вынужден перейти в новую игру с более светлыми перспективами. Это StarCraft 2. Однако в новой игре он так и не смог раскрыться, выступления несли в себе положительный характер, однако побед было не так много. И вроде бы что-то начало получаться в СК-2, как вдруг Moon решил вернуться в Warcraft 3, чтобы поиграть на WCG 2012. Увы, стать чемпионом World Cyber Games ему вновь не удается. Такой подход к игре не устроил руководителей Fnatic, и они решили отказаться от услуг именитого игрока. Перспективы дальнейшей работы в киберспорте у Moon действительно весьма и весьма туманны. Кто сможет дать еще один шанс этому парню проявить себя во втором StarCraft, может показать только время. Организаторы NordCon 2012 объявили еще одного участника в турнире по CSGO. Инвайт получила бельгийская команда AT Gaming. Изначально в списках участников было два коллектива, MoSports и Alternate. Но так как эти ребята решили отказаться от участия, решено было отдать один из инвайтов именно бельгийцам. Остается еще два вакантных слота, один из которых предназначен для боевых квалификаций. Отказ двух ведущих команд Германии от участия в локальном турнире с довольно-таки неплохим призовым фондом ставит очень много вопросов. Видимо, организаторы турнира не нашли общего языка со спонсорами двух топовых команд страны. А может быть причина кроется и в другом. Правда, как обычно, скрыто, а нам остается только догадываться. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok